Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома 93,9 Семь дней и ночей Древнее страшное проклятие гласит Если человек в течение недели не интересуется главными событиями страны и мира На седьмой день из радиоприемника Выползает Абик Элкин И происходит над ним беспощадный религез Семь дней и ночей О самых важных событиях в политике, экономике, международной жизни и культуре Слушайте в передаче «Семь дней и ночей» с Абиком Элкиным на Радио Болтком Каждую пятницу с 16 до 18 часов Семь дней и ночей У нас гости Мы знаем, как евроскептик Или даже, может быть, в какой-то степени еврореалиста И именно он будет организатором конференции Очень интересной Особенно в свете вступления Латвии в еврозону Конференция пройдет завтра Сначала несколько слов, наверное, о нем расскажет А потом мы, так сказать, поговорим с нашим гостем Потому что будет интересно узнать его взгляд Здравствуйте Институт будущего Латвии и организация Альянса демократов Европейского Союза Проводит завтра конференция, которая посвящена проблемам развития еврозоны Ну, также евровалюты, в которой, так или иначе, мы 1 января, скорее всего, окажемся И также развитию, в целом, Европейского Союза И туда мы пригласили, ну, на наш взгляд, очень хороших ведущих, можно сказать, экспертов И наших соседних стран Поэтому мы рассчитываем на то, что будет во время конференции Интересный диалог, интересные, скажем, доклады С которыми потом мы попытаемся слушателей, читателей ознакомить в латвийской прессе Да, тогда, может быть, несколько слов вот нашему эксперту, гостю из Финляндии И вот после того, как Латвия приняла еврозону Латвийские власти утверждали, что кризис в еврозоне вообще позади И мы вступаем в очень хорошее время Уже все трудности преодолены Как ему кажется, действительно, это так, что самый тяжелый период в еврозоне уже закончился Нет проблем в еврозоне не закончились У нас все еще сохраняется тот же курс обмена, который был и раньше И государства, входящие в еврозону, очень между собой различаются Можно ли говорить о том, что еще впереди испытания довольно серьезные, которые ждут страны еврозоны И с чем это связано? Если это правильно сказать, что еврозону в будущем еще есть какие-то большие проблемы и, скажем, тесты? И если да, то почему? Почему какие-то проблемы могут быть ожиданы в еврозоне? В еврозоне, когда Латвия присоединится к еврозоне, там будет 18 страны Все они различны С разными циклами бизнеса Разными культурами, языками И для всех существует та же самая процентная ставка И тот же самый обменный курс Вот сейчас, если нам повезет Глобально бизнес-цикл идет подъем, экономика улучшается И вот когда придет следующий кризис, следующая рецессия, вот тогда мы увидим, что действительно было достигнуто Тогда реальность станет перед нами Но проблема в том, что Германия слишком сильно, слишком эффективно ведет свои дела Но это проблема для остальных нас, которые там, в этой зоне То есть проблема в еврозоне не только, как вот любят говорить, что средиземноморские, южные страны там Например, Финляндия сейчас на 20% отстает от Германии в эффективности И конкурентоспособности Вот многие считают, что усиление Германии весьма опасно Поскольку тогда мы можем превратиться в какое-то, не знаю, даже унитарное государство Или федеральное Многие верят, что очень сильная Германия опасна, потому что она приводит нас к какой-то унитарной или федеральной стране Или что-то такое Это действительно именно то, что сейчас на деле происходит Если государства такие различные и у них единый курс обмена И все вот другие единые показатели, которые в еврозоне Тогда, наверное, единственный путь, как улучшить ситуацию Это сделать, чтобы страны более хорошо относились друг к другу А возможно ли это с учетом того, что мы, во-первых, конкуренты всеми же с собой Во-вторых, мы знаем, что некоторые страны находятся в таком положении, что сейчас они ждут, чтобы мы им и долги списали, и помощь оказали, ну, в примеру, Греция Уже римский император говорил, что это было очень трудно получить налоги от Греции И европейская показывает истории, что европейские государства были очень хороши в борьбе друг с другом Поэтому я надеюсь, что европейский союз останется союзом мира и дружбы А вот он сторонник большего укрепления национальных государств внутри европейской союза или все-таки федерализации? Я не очень верю в федерализацию, потому что мы слишком различны То есть для меня было бы очень трудно переехать из Финляндии к Греции или даже Германии, чтобы, скажем, там работать Все-таки Тогда вот, может быть, такой вопрос, вот он знает ситуацию в Финляндии Что сейчас вообще думают финские избиратели? Как долго они будут кормить, если так можно сказать, вот страны южной части Европейского союза? Какая ситуация в Финляндии относится к вопросу о воде, как долго они готовы, чтобы, скажем, поддерживать союзные государства финансов и так далее? Следующие парламентские выборы в Финляндии пройдут весной 2015 года, через полтора года И две крупнейшие партии на данный момент в оппозиции Человек на улице, конечно, действительно ему не нравится то, что происходит это перераспределение средств и спасение южноевропейских стран за его счет И, то есть, непонятно, как долго это будет терпеть избиратели Как долго водоросы будут, как долго потянуть за этот момент? Ну, если бы мы сейчас имели парламентальную選ку, я думаю, что наш центральный партий, то есть, руральный партий и правые финцы будут встроить парламент Если бы парламентский выбор произошли сейчас, то новый парламент был бы сформирован партией центра, которая представляет большинство сельских районов Финляндии И партии настоящей финны, которая, кстати, весьма критична по отношению к Европейскому Союзу Кстати, я добавлю от себя небольшой комментарий, потому что мы сейчас очень близки на этих выходных выборах в Германии И там мы увидим, кстати, каково терпение, скажем, немецких избирателей по этим вопросам Хотя, конечно, для германского избирателя, он, там, есть определенный момент, выигрыш тоже, поскольку торговый баланс Германии в плюсе В отличие, скажем, от латвийского и многих других стран Евросоюза У нас много звонков, наверное, тогда, номер, вы одевайте наушники, потому что вам надо будет переводить Добрый день, слушаем вас Добрый день У меня такой вопрос к гостю Да Разделяет ли он мнение некоторых и довольно-таки серьезных экономистов, что Европейский Союз, не успев выйти из первой волны кризиса, плавно продвигается ко второй волне А в некоторых странах Европы уже сейчас наблюдается нулевой прирост Спасибо большое о второй волне кризиса The question is about, do you agree that the European Union is moving to the second wave of crisis And some states are having only zero growth in economy and so on Yeah, so there are some economists who believe that even the first crisis is not over, but next is coming already for the European Union I agree Dan, наш гост сегласилус с этим For example, look at Finland Например, посмотрите на Финляндии Мы по конкурентной способности отстаем от Германии на 20% Что означает, что в принципе нам нужна девальвация в размере 20% И это может произойти или внутренняя или внешняя девальвация И, значит, вот там есть два варианта, значит, или выйти, как сделать эту девальвацию, или выйти из еврозоны и провести 20%-ную девальвацию своей национальной валюты, или сделать, как мы только что в дискуссии в студии выясняли, что выясняли, что выясняли, что выясняли, что выясняли. То есть, выясняли сделать, как в Латвии, то есть, опустить зарплаты, там, социальные пособия, любой платежи, там, на 20%, скажем, процентов. Но в Финляндии никогда такие эксперименты с людьми не ставились Поэтому наш гость сказал, что было бы, конечно, в кавычках, интересно посмотреть, как это можно будет сделать на практике Потому что там избиратель всё-таки немножко другое, чем наш Да, это правда Ещё хотел спросить, вот всем известна вот эта история с Nokia Есть ли сейчас какая-то уверенность, что после того, как Microsoft купил, что это предприятие будет жить или там увольнение ожидается? У вас есть какие-то комментарии о Nokia, которые изменят владельцы на Microsoft? И будет Nokia продолжать жить или будет какие-то люди уничтожены или так? Ну, Nokia началась более 100 лет назад с того, что производила туалетную бумагу И резиновые сапоги и разные резиновые изделия И 20 лет назад они вошли в бизнес по производству телевизоров, мобильных телефонов, телефонов Ну, теперь телефоны отошли в Microsoft Но, например, они делают сетевые программы, сети для телефонов и навигационные программы 80% навигаторов в автомобилях используют программатуру Nokia Ну, на основании этого можно сделать вывод, что Nokia, скорее всего, продолжит быть фирмой, но просто не будет делать телефоны Но, конечно, это негативно повлияет на безработице в Финляндии Вот интересно сейчас во многих странах мы наблюдаем, все-таки усиливаются позиции правых и даже крайних правых Вот чем это объясняет? Действительно ли только приток иммигрантов из стран третьего мира подстегивает популярность этих партий? Мы видим тенденции, что в многих странах правильные силы политические силы получают больше и больше поддержки Я думаю, что это более или менее популизм, который присутствует в программах этих партий Мы, конечно, видим, скажем, на улице Финляндии несколько там, скажем Цыган, которые просят молостынь, но это не так много Проблема больше в том, что Финляндия сейчас находится в рецессии Безработица возрастает Тогда, скажем, популизм действует таким образом, что пытаются, скажем, определенной партией людям сказать, что если человек сам может так подумать, что если, скажем, у него нет работы, значит, в этом виноваты иммигранты Но это популизм Но тем не менее, многие считают, что иммигрантов уже слишком много в Европейском Союзе Многие люди считают, что есть слишком много иммигрантов в Европейском Союзе Может быть Я думаю, что в Финляндии, по крайней мере, в Финляндии люди думают, что, ну, все в мире хорошо, но нужно идти к работе и платить деньги Ну, в Финляндии, по крайней мере, люди думают так, что все, значит, которые живут на этом свете, они все, так сказать, окей, как было сказано Да, равны, да Равны, да, значит, но надо идти на работу и платить налоги И тогда... И, конечно, значит, людям не нравится, что очень много иммигрантов... Живут на пособии, да Живут, да, на пособии, безработные, и, соответственно, значит, это, конечно, не вызывает никаких симпатий Мы сейчас быстренько примем еще один звонок, и тогда уйдем, пауза будет на перерывы новости Вон, может, молодцы, я сам адвокат Добрый день, да, пожалуйста Если заглянуть в недавнее прошлое, как бы считать, что выиграла или, может быть, проиграла Финляндия с введением евро по сравнению со своей соседкой Швецией, скажем, где осталась национальная валюта? Очень хороший вопрос, действительно Спасибо за задатом вопрос. divergence What do you think, compare to Sweden to the international currency, orona introduced last year, Pawele Hoferot, Co? What are the advantages and disadvantages of that in comparison? — Ну, я не вижу никаких преимуществ для Финляндии и Европы, потому что Сутина всегда имеет те же средства, поэтому мы не имеем преимущества, но мы имеем преимущества в финансовом крисе 2009. — В том числе, например, во время финансового кризиса 2009 года, когда в мире была огромная рецессия, шведская крона была ослаблена, и в результате это помогло шведскому экспорту. — И шведская экономика теперь гораздо в лучшем состоянии, чем соседняя. — То есть это говорит о том, что всё-таки своя национальная валюта позволяет как-то вот больше манёвра, да? — Да, во время финансового кризиса, когда крона была ослаблена, — Да, во время кризиса, когда шведская крона имела, скажем, ниже курс. — Многие компании, которые работали как в Финляндии, так и во Швеции — закрыли свои фабрики, скажем, производства в Финляндии, чтобы перенести свою работу в Швеции. — Поэтому это очевидно, что своя валюта даёт вам больше эластичности и пространства для манёвра, и, конечно, вам в Латвии это нужно. — Надо помнить об этом. — Ясно, сейчас у нас будет небольшая пауза на новости и рекламу. Напомню, у нас в гостях Стефан Толквинс и Норман Гростенч, организатор конференции, которого завтра пройдёт. И мы обязательно поговорим о том, что будет и завтра происходить, и задание вопроса с гостью. Оставайтесь с нами. Небольшая пауза на новости и рекламу. — Мы знаем. Вы слушаете. Радио «Болткома» 93,9. — Да, мы продолжаем. Вот при моем эфире очень многие считают, не только в Латвии, и в Брюсселе даже тоже, что лучше было бы для всех, если бы Греция ушла бы из еврозоны. Потому что, ну, мы видим, что особой пользы от того, что вкачиваются деньги в Грецию, нет. И я так понимаю, что особо ничего не меняется. — Ну, наверное, большинство экспертов, людей соглашаются на таком мнении, что, во-первых, Греции даже не надо было никогда принимать в еврозоны. — И сейчас ситуация осложняется тем, что Греция внутри еврозоны, и если ее выставить вон из еврозоны, то реакция финансовых рынков будет вполне логична такой. Будет задан вопрос, кто следующий. — И тогда получается вопрос, это будет доминоэффект, то есть эти страны будут вылетать из еврозоны одна за другой. — И когда каждое слабое государство будет покидать еврозону, конечно, евро как валютка укрепится. — Ну, представим, если, скажем, в еврозоне была бы только Германия, — тогда, скорее всего, курс обмена евро и доллара был бы 1,6 в пользу евро. — Ну, скорее всего, очень многие экономики, скажем, не таких сильных стран, как Германия, скорее всего, они бы не выжили при таком обменном курсе. — Может быть, в Латвии эта ситуация была бы не такая страшная, поскольку вы показали способность к внутренней девальвации, то есть урезанию зарплат и подобных вещей. — Но в Финляндии, скажем, это повлекло бы серьезнейшие проблемы, то есть экономика не выжила бы. — Это очень хорошее замечание. Значит ли это, что, не знаю, во многих странах, не только в Финляндии, тяжело представить, чтобы народ смирился с такой внутренней девальвацией? — Да, есть очень хороший момент. В Финляндии и в многих других странах это очень сложно представить, что люди будут согласны с такой внутренней девальвацией. — То есть фактически были бы какие-то протесты? — Да, это правда, потому что это очевидно, что и в Финляндии, скажем, и в абсолютном большинстве стран, европейских стран, такая внутренняя девальвация, какая была проведена, здесь была, ну там она была бы политически невозможна, то есть избиратель бы никогда не дал своему государству, своим политикам провести вот такую внутреннюю девальвацию. — Ну, например, посмотрите хотя бы сейчас вот на Южноевропейскую, Испанию и Грецию. — Они делают, проводят вот эту девальвацию, и у них безработица примерно 27%. — И уже неофашистская партия в Греции поднимается в опросах примерно 15%. — То есть ситуация становится политически опасной. — Вот тоже такая тема в свете того, что остается всего три месяца до нашего вхождения в зону евро, и сейчас латвийские политики правящие нас уверяют, что цены не вырастут, хотя уже сейчас мы видим, что уже накануне цены повышаются. — Есть три месяца до этого, пока мы находимся в евро зоне, и политики говорят нам, что цены не увеличатся, но мы уже видим, что цены увеличатся. — Ну, для меня Латвия — это не дешевая страна. — Не? — Не, 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 не здесь в Риге. — Это не очень дешевая. — Я не думаю, что цены увеличатся здесь в Латвии. — Но если они будут, ну, тогда надо делать интернет-эвалюацию снова. — Значит, в принципе, значит, приехав, сейчас посмотрев на Ригу, наш гость оценил, что, в принципе, Рига и Латвия — это не дешевая государство, скажем, для человека, приехавшего даже в Финляндии, поэтому, конечно, ожидать, что цены очень резко, очень быстро вырастут, скажем, там, ну, как бы так вот, наверное, и не стоит. Но, опять же, если это произойдет, и в какой-то степени, как мы видим, это и происходит, то опять вам придется провести внутреннюю девальвацию. — Ещё раз. — One more internal devaluation, because if the prices will grow. — Well, in the European, in the Euroarea you need to live like the Germans. — Если вы в Аризоне, вы должны жить, как немцы. — Да. И они очень бережливы. Наверное, самые бережливые люди, которых я знаю в мире. И победить их в конкурентоспособности, в эффективности очень-очень сложно. Это большая экономика. И обменные курсы, финансовые показатели еврозоны, евро, в огромной степени зависят от Германии. Я хотел бы уже запросить, все-таки он финансист, и как он относится к тому, что сейчас европейские центральные банки, Брюссель, пытаются взять все коммерческие банки под жесткий контроль? What's your opinion on the measures which has been taken and are taken by European Central Bank towards controlling commercial banks in Europe? I think it's socialism. Я думаю, что это социализм. Это мы уже проходили. У нас звонков много? В инвенте с вашими рекомендациями. Добрый день. Добрый вечер. Добрый вечер. У меня такой вопрос еще один гость. Да. Вы только что утверждали, что внутренняя девальвация таких стран, как Финляндия и других, была бы политически невозможна. А если он хорошо знает обстановку в Латвии, чем он объясняет, что это стало возможным у нас? Такое долготерпение. Спасибо. Спасибо большое, да. Почему жить в Латвии все-таки... There is a question about internal devaluation, so if it's not realistic in other countries, so if you have any opinion on why it was possible in Latvia? Ну, значит, наш гость честно ответил, что он не знает, почему это было возможно в Латвии. Но для латвийских людей это должно быть очень-очень важно, быть частью Европы и Европы. Ну, тогда получается, скажем, что для людей, которые согласились вот на это, для них было очень важно быть в Евросоюзе, в Еврозоне. И вот для этого они были готовы на такие жертвы, можно предположить, скажем так. Or then your labor unions are not very strong. И это показывает, что профсоюзы в Латвии не такие уж сильные. Но это правда. Это правда, да. Не зацентруя. Вот на его взгляд, все-таки он человек, который разбирается в финансах, Европейский Союз в целом вообще какие-то уроки из кризиса вот этого извлек, или нас потом ожидает скоро еще один кризис? What do you think that the European Union has learned something from this crisis, or we are just repeating the same scenario and heading towards next one? Это видно, что Брюссель с года на год идет в сторону федерального государства. И действительно, значит, наш гость верит, что Брюссель будет в сторону. Брюссель очень предпочитала, даже хочет вообще избавиться от парламентов, ну, в государствах-участниках Евросоюза. Но это продвижение идет очень постепенно, медленно. Но и Советский Союз тоже не был создан за один год. И да, вот еще хотел вас спросить, вот многие считают, что дальше Европейскому Союзу расширяться просто опасно, да, что может вся эта империя рухнуть, как он считает. And there is opinion that further enlargement of the European Union is very dangerous and everything can blow up, just blow up. What's your opinion on that? Well, I'm a businessman. Я предприниматель. And when you are buying other companies, it's very important to digest what you have bought и очень важно понять, что вы купили перед тем, как вы покупаете еще больше компаний. И сейчас в Европейском Союзе столько уже государств, that we should try to stabilize this situation before taking new countries in. И надо переварить, стабилизировать ту ситуацию, которая сейчас, перед тем, как принимать новые государства. Ну, кстати, я небольшой комментарий, скажем, от себя добавлю, что зачастую Западная Европа, скажем, решала свои проблемы путем расширения, скажем, периферии. И если посмотреть на потоки денег, то они всегда, уже с начала 90-х годов, шли из периферии, в том числе из Восточной Европы, в сторону европейского центра. И вот я только что посмотрел одну цифру, которая была очень показательной, только что были опубликованы данные по импорт-экспорт Германии. И германская экономика в плюсе за первые полугодия этого года на 98 миллиардов евро, это значит выиграешь западной германской экономики. И в той ситуации, когда Латвия за полгода потеряла больше одного миллиарда, скажем, Франция потеряла 38, Германия выиграла 98. Так что для них, в принципе, существующий порядок, и даже для немецкого избирательства, не прочим, я упомянул об этом немножко раньше, более-менее, ну, есть, по крайней мере, и позитивные аргументы, скажем, для периферийных стран, которые постоянно в минусе, ну, тут уже ситуация другая, то есть, просто, ну, вот я не раз уже, сейчас, кстати, вот, как раз сегодня проходит 10 лет со времен референдума вступления Латвии в Евросоюз, вот я не раз говорил, что отношения, значит, Латвии и Евросоюза очень напоминают отношения паука и мухи, да, то есть, значит, наши жизненные соки, наши финансы идут в сторону центра. Может быть, такой, да, мы сейчас примем все-таки звонок, потому что очень много звонков. Добрый день, слушаем вас. Добрый день. Добрый день. Вот, несмотря на очень большие успехи в экономике, благодаря вот и трудолюбию, и внедрению технологий передовых в Финляндии, все-таки очень большой фактор, то, что Финляндия еще со времен существования Советского Союза, а сейчас Россия, умеет поддерживать практичные и добрососедские отношения с своими соседями. Вот, скажите, страна Латвия, которая, откровенно говоря, имеет преференции перед всеми, даже перед Финляндией, потому что все-таки корни и экономические, и даже родственные связи семейные с митрополией бывшей, с Россией, очень велики. Вот, скажите, как так произошло, что, имея под боком такие возможности громадные для развития экономики, мы их не используем и, откровенно говоря, даже делаем все, чтобы не развивать. И у меня, я не знаю, где-то я читал, что, откровенно, это и западные латыши в этом не то что повинные приложили руку. Спасибо большое. Вопрос понятен. Может быть, я бы так переформулировал, вот как в Финляндии удается с Россией хорошо сотрудничать. В Латвии не удается, к сожалению. Вопрос понятен, что у нас есть хорошие отношения, которые, например, у Финляндии и Россия, и не так хорошие отношения с Латвией, латвией и русскими отношениями, то есть, что вопрос был, вы видите, что Финляндия от хороших отношений и хороших отношений с Россией, в сравнении с Латвией, которые не будут держать так хорошие отношения. Ну, так долго, как Финляндия в том месте, где она находится, Россия будет нашим близким. Конечно, пока, по крайней мере, пока Финляндия будет находиться географически там, где она находится, конечно, Россия будет нашим соседом. И в Санкт-Петербурге живет такое же количество людей, как во всей Финляндии. Это уже сейчас большой бизнес, большой рынок для финских компаний и также большой потенциал. И у нас нет альтернативы по сравнению с таким, такой возможность прямо под боком. Лучше быть с друзьями и делать бизнес. Может быть, такой последний вопрос, который я хотел задать. Вот как ему кажется, на чем будет вообще базироваться в дальнейшем, не знаю, экономическое развитие Европейского Союза? Это все-таки индустриализация или финансовые услуги в частности? Потому что Латвия до недавнего времени считала, что достаточно будет страной его услуг. Какая ваша опьянка на том, что будет, скажем, манстримный развитие в Европейской экономике? Это будет зависеть на хорошей продукции, или финансовых сервисов? Где мы идем? В общем, в данном этапе, это производство в Германии. На данном этапе, то, что держит, ну, скажем так, вот, позвоночник этой экономики, это производство в Германии. И европейский обменный курс евро слишком слаб для германской экономики. У них нет безработицы. И люди переезжают из всей Европы в Германию, чтобы найти работу. И немцам это нравится. И можно предположить, вполне обоснованно, что такое положение дел продолжится, потому что немцы очень эффективны в том, как они делают, как они ведут дела, как они делают бизнес. И, скажем, в результате, евро будет слишком сильная валюта для всех остальных. Ну, ГОСТ так пошутил, скажем, что, может быть, для вас, Латвии, это будет исключение, но в целом, скажем, для всех остальных, кроме Германии, евро будет слишком сильная валюта. Это будет создавать проблемы. Для вас исключение из-за того, что у нас был высокий курс лата, да, что он имеет в виду, так что было понятно. Why is Latvia probably a bit out of all other, because we had very strong exchange rate of national currency or other reasons? Well, you did a masterpiece of doing an internal devaluation without revolution. Потому что вы единственная страна в Европейском Союзе, которая смогла провести внутреннюю девальвацию без революции. The whole world admires you for that. Весь мир удивляется. И, скажем, ну, с другой стороны, также уважает, конечно, такой результат. Это такой дипломатический, да? Это дипломатический формул. Мы в Финляндии, ну, не понимаем, как вы это сделали. Может быть, такой последний вопрос. У нас в Латвии многие политики говорят о том, что в будущем Европейский Союз будет, ну, двух скоростей. То есть будет группа передавая Германии, еще целый ряд стран, и будет группа отстающих. Вот как вы такой сделали? Латвии политики говорят, что там будет двух скоростей Европы. То есть, например, там будет первая группа вокруг Германии, и некоторая слабая часть, другая часть. Это правда, или какие ваши комментарии на эту двух скоростей Европу? Это точно так, что происходит. Ну, это уже происходит, действительно, скажем, это сейчас происходит. Ну, вот проблема-то в том, что этой второй группе, которая развивается медленно, ей экономически не надо такой же обменный курс, как у Германии уже, но он у этой группы как раз определен. — Определен, да? Спасибо большое. Вот так вот незаметно время подошло к концу. Стефан Токвист у нас был в студии, финансовый аналитик, эксперт из Финляндии. Ну, что ж, удачи и вам, Норман Гостенч, в вашей завтрашней конференции. Спасибо большое. — Спасибо. — Мы знаем. Вы слушаете. Радио Болткома. 93,9.